Сегодня мы пробираемся к финишу. Мне бы выжить! Идем на поводу инстинктов. Мы же все звери. Учимся работать на камеру. И третьего партнера ощущать как камеру. И прикасаемся к искусству. Очень много объектов, которые можно трогать. Сегодня гонка все-таки называется по островам на абордаж. Посвящена пиратской тематике. Поэтому в последнее время я пытаюсь соответствовать. Когда бежишь не очень быстро, можно бежать в таком наряде. Бегуны, любители и профессионалы решили испытать себя. И взять на абордаж дистанцию в 7 километров. По рыхлому весеннему снегу. А я сегодня утром думала, божечки, я опять на это вписалась. Зачем я побежала? У меня уже сейчас ощущение, мне бы выжить. Сегодня основная сложность – снег мягкий, проваливаешься. И местами есть вода. На забеги, которые устраивает Евгений Непша, слабаки не приходят. Всю трассу организатор проверяет собственными ногами и прокладывает путь для участников. Те ребята, которые будут бежать по воде, по воде, по воде, в принципе, вы там сильно не провалитесь. С самого начала, с самого первого старта у нас, получается, ни разу не повторилась дистанция. Два года назад стартовали тоже с аллеи и финишировали на аллее. И бежали ближе к берегам, потому что уже вода вышла, снеговая каша с водой была. И многие участники, да не многие, все, больше сотни участников было, они бежали уже по снеговой каше водянистой такой вот и финишировали. А нынче повезло, в одном месте только вот вода поднялась. Такому небывалому везению спортсмены очень рады. Почти искупался. В принципе, неплохо. Каренка упал прямо на лед. Все дыри. Капец. Ну как оно там? Я бы сказал, вы изменились. Давай, молодец! В награду всем, кто дошел до финиша, уважение, медаль и победный клич. Достаточно сложно рассказывать, потому что, с одной стороны, Василий Никитич был очень строгий человек такой. Очень строго относился к себе, к своему творчеству. Он был очень внутренне дисциплинированный. Требовал от себя всегда чего-то вот, ну, выше. Выше никогда не было у него самого благотворения какого-то. Художник-шестидесятник Василий Билан. За свою жизнь он написал десятки полотен. Его дочь бережет наследие отца и делится теплыми воспоминаниями из детства. Такое яркое, сильное, когда я поняла, что не такой у меня папа, как все. Это какой-то летний день, мы гуляем. И вдруг налетела гроза такая мощная, ураганом. Хлынул ливень. Народ начал разбегаться под крыши еще куда-то. Он говорит, что отец встал. Я говорю, какая красота, не бойся, все, это здорово, теплый дождь, мы не промокнем. Смотри, как громыхает красиво, как все это, молнии, как ветки. Я такая, да, красиво, красиво, да, не страшно. А мне где-то, наверное, года четыре с половиной всего было. Василия Никитича завораживали простота и мощь природы. Ясное небо и проливной дождь. Он стремился уловить хрупкость и красоту момента. К 90-летию художника в Музее искусства Омска запустили бумажный ледоход. В экспозицию новой выставки вошли акварельные полотна, зарисовки из ежедневников художника и черновые наброски. Как достигался вот этот эффект, у меня есть предположение, что это стирался слой. Это тот же самый мастихин. А, мастихином снимался. Это, конечно, филигранная работа. Любимая техника Василия Билана – акварельная живопись по сырому. Перед нанесением слоя краски художник смачивал лист бумаги водой. Работал быстро, практически в одно касание, пока лист оставался влажным. И вплоть до того доходило, что впоследствии ему приходилось даже разводить костер, выкладывать свои этюды на газеты и дополнительно их просушивать. Такой интересный тоже нюанс. Он должен набрать тон и цвет и точно попасть в отношения сразу же. У него не будет как бы возможности для маневра что-то радикально исправить. И о том, что художник работал очень быстро, говорит еще какие-то моменты, которые мы можем проследить в его работах. Например, он там процарапывает стволы деревьев. Это тоже нужно сделать быстро, пока красочный слой еще не подсох. И это позволяло ему схватывать какие-то отношения и передавать сиюминутно меняющееся состояние природы. В молодости, в поисках вдохновения, художник часто путешествовал. С возрастом решила осесть в деревне, на творческой даче. Каждый день на рассвете и закате он выходил на пленеры, стараясь уловить переливы солнечного света и переменчивость природы. Музыкант с кризисом веры в себя. Мужчина, влюбленный в бывшую подчиненную, пенсионер, решившийся продать семейный сад. Сюжет разных пьес на сцене омской драмы переплетает режиссер Петр Шерешевский. Мастер показывает героев с разных ракурсов. Неудобные положения будто отражают дискомфорт, в котором пребывают персонажи. Камеры по углам передают их эмоции в моменты конфликтов. Твою собаку я сейчас мыть должна, да? Мою собаку. Ну что, издевайся, а че собака? Это моя собака? Это твоя собака, Лена. Моя собака, твоя собака, твоя собака, моя собака. У нас есть собака, Лена. В какой-то момент подключились камеры, и там, конечно, появился момент такой... Ну, я бы не то, чтобы сказал, мешающий артисту драматическому, но непривычный очень, в том смысле, что ты помимо партнера должен еще понимать, что тут как бы с какого-то ракурса тебя еще смотрят, и тут уже нет такой свободы в какой-то... там, двинуться туда, как-то пересесть, то ты уже начинаешь и третьего партнера ощущать как камеру. Герой Егора Уланова – успешный музыкант Толик поминает старое. Когда-то его гитару сломал некий прапорщик Кувшинов из Воронежа. Обида всплывает, когда герой осознает – он не творец, корпоративный лабух. Толик садится в такси и... Это про человека, который испробовал все материальные способы, чтобы его карьера музыканта как-то продвинулась, и он почувствовал потолок, в который он башкой уперся. Этот потолок ему не понравился, и тогда он начал мистифицировать. То есть искать корни проблем в своем прошлом, в каких-то незакрытых гештальтах, ну, в каких-то странных вещах. В общем, чувак вместо того, чтобы делом заниматься, какой-то фигней занялся и в конце концов умер. Будет ли финал спектакля отличаться от пьес драматургов, узнаем 21 марта. Премьера для усидчивых. Действо длится больше трех часов. Спокойно же, говоришь спокойно. Подписывайтесь на наш канал. Опасные связи вот-вот увидит зритель. История мюзикла в Омске началась с осеннего кастинга. К репетициям приступили в январе. В то же время балет начал изучать свои партии. Главных героев готовят сразу два состава артистов. Танцорам балета замены нет. Им приходится выдерживать восьмичасовые репетиции. По хореографии мы не меняли. То есть здесь мы какой-то один танец доставили с резинками, которые невозможно было поставить в балетном зале. Все болит, все отваливается. На самом деле мы всякими мазями там мажемся, в ванночки, все принимаем. Ну, деваться некуда. Это наша работа. Мы сами выбрали этот путь. Но главное работать с головой. Выйдя на большую сцену, солисты впервые исполнили свои арии с оркестром. Специально для премьеры в Омске была создана оркестровка. Отходить от фонограмм, к которым артисты уже успели привыкнуть в репетиционном зале, оказалось непросто. Темпы, а иногда и тональности становились другими. Сценические связки тоже изменились. И лишь дуэль осталась неизменной. В французской школе ведения боя свойственны острые уколы и широкие движения. Улетели! В классическом театре музыкальном в основе своей идет красивое фехтование. В балете, в опере мы красиво ходим со шпагой. Там прикоснулись, разошлись, прикоснулись, разошлись. А тут, конечно, было посложнее. Потому что главное не поубивать, во-первых, этого маленького Дансини, который бегает со шпагой напротив тебя. А во-вторых, проследить, чтобы не убить балет. Здесь эмоция, а рука такая. Отпустили. Что-то где-то сработало, наверное, на инстинктивном уровне. Мы же все звери. Для зрителей театр начинается с вешенки. Для Ильи Склярова – с обуви. Работу над ролью он начинает с походки. А с пошивочным цехом приходится дружить, чтобы костюмчик сидел. Костюм, он всегда имеет какое-то особое влияние. Потому что, как говорит наш режиссер, это как будто бы вторая кожа. Ты должен с ней сжиться. Когда надел костюм, этот образ чистого, непорочного Дансини, он у меня стал тверже. Играть становится легче, потому что ты смотришь на себя в зеркало. Ты видишь тот самый непорочный образ. Многие называют его зефиркой, зефирка такая. Это напоминает Маркизе и Виконту, какими они когда-то давно были. Что-то наложило отлик на их душу, и они уже не будут такими никогда. Но с какой-то стороны можно предположить, что Дансини – это может быть даже какой-то будущий вальмон. В светском обществе Франции XVIII века отношения накалены. Декорации не отражают облик времени. Они стилизованы, чтобы показать актуальность всех проблем, поднятых в мюзикле. Важную роль здесь играет и свет, придавая конструкциям новые очертания. Грядущая премьера ни о чем не говорит прямо. И на сказания, и намеки. Вот почерк режиссера Глеба Матвейчука. Каждый зритель здесь увидит свои смыслы. Премьера уже 18 марта. В фондах Музея искусства Омска масштабное пополнение. 167 произведений современного искусства безвозмездно передал на хранение и экспонирование Олег Спицын. Предприниматель, увлеченный коллекционер, а теперь и меценат. Олег Георгиевич, если человек коллекционер, то все-таки хочется узнать, с чего вдруг, так сказать. Вот вы потомственный коллекционер или сами к этому пришли? Я не потомственный, потому что мой отец был водителем такси, и про картины не так много было для меня известно. Но в 90-х годах я познакомился с уникальным человеком, который, к сожалению, уже ушел. Семушкин Вячеслав Васильевич, он как бы приоткрыл для меня вот эту завесу чудесную и показал первых Омских художников. Баймуханов, Кимран, даже Молодцов, Дамир Камуратов, которого никто не допонимал, что они хотели сказать. А это были на самом деле абсолютно такие новаторские люди, которых и нужно было как-то поддержать. И вот моя коллекция или мое собрание, оно с этого началось. А эти художники, которых я сказал, они отличаются тем, что это было такое, они делали social art, то есть социальный арт. Это не было для красоты, это было на злобу дня. Все сегодня знают проекты Дамира Муратова, как Беднатаун, да? То есть вообще это считается из ряда, это как бы, многие говорят, разве это арт, когда тебя там какой-то на грязной фанели рисуют? Это то, что меня интересовало, это то, чем мы жили в то время, и вся страна этим жила. И сегодня, спустя 20 лет, все оценили его работу, его подход оказался уникальным. То есть масса прекрасных пейзажистов и так далее, но Дамира Муратовых, 90-х годов образца, их просто нет. Баймуханов, если посмотреть, вот там мы видим, картинки стоят, он показывает соборы, еще в заброшенном состоянии. То есть как бы, видимо, брало вверх вот это желание бороться с этим прошлым. Только ли о мечам будут интересны эти работы? Нет, конечно, нет. Ну, я уверен, что художники не бывают интересны только мечам или не мечам. Если художник интересен в каком-то регионе, люди его понимают и он удивляет, то это означает, что во всем мире он будет интересен. И есть российские художники, которые, к сожалению, не дошли до нашего города. Допустим, вот показали сейчас Никаса Сафронова, да, и продлевали выставку несколько раз. У меня есть в коллекции картины художницы Натальи Нестеровой. Наверное, это, ну, самое, непобойчивое слово, из современных, великая художница-женщина в России. Она делает полиптихи. Так что она делает картину, допустим, из 20 небольших картин, которая складывается в одну громадную картину панно. Допустим, она рисует там симфонический оркестр чуть ли не в полную величину. Ну, это надо видеть, это работы там 10 на 5, вот такие размеры. И вот таких авторов, конечно, желательно показать в Умске, потому что очень-очень русская живопись. И в то же время очень интернациональная, потому что у нее такой замес мировой, как бы. Это уровень художника, как Илья Кабаков. Вот она входит в эту знаменитую десятку Кабаков, Комар, Миловед, Косолапов. Это вот те люди, которые в зале 90-х на Западе просто как бы сорвали банк, что называется. Вы так детально относитесь вот к стилю. А вы сами не пробовали писать? Ну, каждый должен делать свое дело. Я занимаюсь своим делом. Я очень люблю сельское хозяйство. Это моя как бы хобби, бизнес, моя любовь. Я думаю, что каждый хороший в своем, я в своем. Живопись – это как бы высокое. Для этого нужно иметь не только руки, не только глаза и голову. Потому что это же другое. Особенно, когда я сказал про руки, я сразу вспоминаю Сашу Капралова, нашего скульптора великого. Могучий художник не просто по его арту, даже внешне такой мужик такой, да. Получая громадное удовольствие от общения с ним. И вот у него, у него и руки, и мозги. Мы же видим, что он делает, да. Ну, кто немножко далек от производства, допустим, бронзу ее отливает. Делает мастер-пис, из нее отливает потом. А Саша же варит каждую работу один раз. То есть все его работы, они сделаны в первый и последний раз. Другую нужно сварить заново. Не снимает копий. То есть это особая ценность художники. Это точно так же, как Микеланджелл делал мрамор. Это всегда одна фигура и делается один раз. Вот Капралов – это наш умский Микеланджелл. Это поддержка вот этих художников, которые на этом этапе тяжелом сами не могли выжить. Это была философия всего моего проекта. Мои картины и коллекции абсолютно не инвестиционные. Перепродавать, продавать – это, во-первых, не мое. Второе – ну, кому нужна социальная живопись, да. Все дома хотят быть красивой. Но музеи, они предназначены для социальной живописи, которая рассказывает, что было, что есть и что надо делать. Поэтому музеи должны существовать. Онлайн не пройдет. Слава Богу, у нас есть теперь вот этот живой, новый, молодой музей. Мне почему он очень нравится, что это живой музей. Это не музей, где картины висят из года в год. Люди ходят, смотрят, так скучно. Здесь происходит постоянно, вы видите, да, выставки, движения, люди, дети, молодежь. То есть я не всегда воочию, но онлайн смотрю и радуюсь, что здесь все живое. Люди, команда двигается, да. Все молодые оловские художники имеют шансы здесь появиться. И не только молодые. Это очень важно. То, что раньше, ну что, приходишь в нашу ИЗО и что видишь? Вот Екатерина II, Екатерина II. Поэтому я и хотел, чтобы мои работы обрели здесь дом. К сожалению, и проблема музеев, вот этого музея, что у него нет площадей, ему негде хранить работу. Условия хранения на самом деле неправильные. Может, наше интервью в этом чем-то поможет. Что запасники должны быть. Тогда можно делать ротацию картин, показывать больше, хранить больше. Я уверен, что вот это движение передачи коллекции в музеи, оно сейчас начнется. Потому что, ну, многие коллекционеры прозрели, что нет смысла этого держать дома, повешать в бане и так далее. Музей – это место, где можно получить культурное образование, повысить свой уровень. Это очень важно. Потому что человек культурный и образованный, он уже меньше пьет филы, не хочет кого-то ударить. Понимаете, да? У него другой подход к этой жизни. Этим можно победить. Помните, как у Булгакова, что не в туалетах у вас разруха, в головах у вас разруха. Спасибо большое, Олег Георгиевич, за интересную беседу, за ваше дело и за вашу философию. Вам спасибо, что вы послушали. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал. Новосибирск разбит. Впереди новый соперник – Магнитогорский Металлург. В день этой тренировки, открытой для болельщиков и журналистов, «Авангард» еще не знает, с кем встретиться в полуфинале. И потому игроки омской команды делают аккуратные прогнозы на будущее. Сейчас все будут играть от ножа, я думаю, агрессивно, побольше силовой борьбой. Поэтому надо быть готовым ко всему. Каждому из вариантов надо быть готовым. Все, что произойдет, чтобы не было такого, что они что-то новое предпримут. А мы этого не знаем. Сейчас все эти будут видео просматриваться и будем досконально изучать все полностью. На подготовку к будущему сопернику у ястребов было шесть дней. Времени, чтобы подлечить раны и полноценно встать на крыло, делятся хоккеисты, достаточно. Еще один плюс от почти недельной паузы – возможность поработать над ошибками. Первый важный момент – это дисциплина. Поскольку слишком много было ненужных удалений у нас в серии «Сибирь». И часть из них им удалось реализовать. А мы знаем, что ее автомобилисты у Магнитогорска здорово действуют большинство. Поэтому удаляться нам нужно как можно меньше и стараться избегать таких моментов. И второе – это играть по счету до конца матча, не упускать преимущество на последних минутах. Потому что такое у нас также случалось в первом раунде. И вот этот компонент, он также будет играть большую роль. В первой игре нового раунда плей-офф «Авангард» недосчитается Богдана Киселевича. У защитника – повреждения. Вместо него с командой тренируется Александр Угольников. Сыграет или нет, главный тренер Михаил Кровец не уточнил. Наша основная задача – чтобы ребята уже пришли в эту опять вауру, в которой нужно быть готовым в любой момент играть. И чтобы они были готовы к серьезным играм. Я думаю, что это нам на тренировках удается сейчас сделать. Я не вижу людей безразличных, все тренируются с полной отдачей. Первые матчи второго раунда плей-офф состоятся 17 и 19 марта на G-Drive-арене. Соперником «Авангарда» будет «Металлург» из Магнитогорска. Загадочная история приключилась в музее имени Врубеля. У входа был найден карандашный рисунок без авторской подписи. Кто и когда изобразил изящный женский профиль? Подлинник это или копия? Вести черно-белое расследование будет Аня. Аня, по идее наших коллег из имперской галереи, девочка, которая очень часто ходит в музей. Ее мама работает здесь. И поэтому она обладает достаточно большим запасом знаний по истории изобразительного искусства. А кроме того, она имеет склонность расследовать детективы. Интерактивную выставку придумали в Перми, чтобы завлечь в музей детей. Ведь каждый маленький зритель сможет провести собственное расследование и таким вот полукриминальным способом познакомиться с графикой. А Мечам идея понравилась еще и потому, что во Врубельевских фондах огромная коллекция печатной графики. А форты, литографии, линогравюры, ксилографии, кстати, во всех этих техниках юные сыщики начнут разбираться уже на выставке. Кто видит? Какой след там, наверху? Пятно, линия. Линия, пятно и штрих. Элементарно, Ватсон. Кроме графических рисунков, на выставке есть предметы, необходимые для их изготовления. Афортный станок, литографский камень, инструменты для резки печатной формы. Очень много объектов, которые можно трогать. В музее это редкость на самом деле. То есть есть вещи музейного хранения, и, конечно же, они представлены на стенах, и на них нужно просто любоваться, смотреть, изучать, но есть возможность прикоснуться к формам металлическим. Можно посветить фонарикам и раскрыть секреты техники и так далее. То есть очень много вот таких мелких, небольших сюжетов интерактивного характера, которые делают эту выставку максимально интересной и вовлекают зрителя по максимуму, я считаю. Тем временем юные эксперты-криминалисты снимают отпечатки не с пальцев, с пластика. Это монотипия, еще одна техника печатной графики. Графика, или точнее рисунок, это основа вообще всех видов искусства. Художник начинает именно с рисунка, с наброска. Если он даже задумал архитектурное сооружение, живописную картину, скульптуру, все равно мы начинаем с рисунка. И графика – это самый древний вид искусства, наскальные рисунки. И самый современный – компьютерная графика. Пока будущие шерлоки выясняют, чьих карандашей профиль барышни, взрослые могут полюбоваться на подлинники Пабло Пикассо, Аполлинария Васнецова и других художников. Черно-белое расследование только начинается. Привет, друзья! Николай представляет афишу, и то, как вы ею восторгаетесь, тоже вполне представляет. Давайте без прелюдий посмотрим, куда стоит заглянуть в ближайшие дни. Настоятельная рекомендация – вступать в опасные связи не со мной с тайным обществом Парижа 18 века. Мюзикл по мотивам романа Пьера Шедерло де Лакло в музыкальном театре разрабатывали несколько месяцев швеи. Постежеры, бутафоры, артисты, дирижеры и режиссеры мощно потрудились. Процесс создания можно отследить в наших соцсеточках, и будет за это вам счастье, дорогие маркизы с виконтами. В эти выходные хоккейный авангард продолжит поход за Кубком Гагарина. В соперниках магнитка, тот самый металлург, что отправил ястребов в незапланированный отпуск в сезоне прошлом. Ястребы отдыхали, лисы измотаны колесами автомобилиста. Нам все еще готовы хитрить. В воскресенье омские дороги меняют цвет. Одноименная группа выступит в одном из городских баров. Я, кстати, планирую пойти. Да простят меня Агутин и Варум, выступающие в этот день в другом месте. Все в моих руках, и я выбираю не слишком известный рок. И уже 20 марта перехожу на хип-хоп, рэп или чем нас балует дирижер Ростовской консерватории Василий Вакуленко. Широкой публике маэстро известен как Баста. Надеюсь, что в этот раз душа не будет болеть от потерь. Василий, застрахуйте нас от печали. Ну и в конце о бендингах. Это не тавтология, это саундтреки, под которые идут финальные титры в аниме-сериалах. Начинаются японские мультики опенингами. Самые знаменитые мелодии этого жанра можно послушать в музыкальном театре, если вдруг Баста не вдохновляет. А если вдохновляет, ставьте нам Лойсы, Джорджи Лукасы и не ведите себя так, будто подписки на наш канал не существует. Потратьте ваше свободное время с нами. И помните, что Омск находится здесь. Субтитры сделал DimaTorzok